доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас на торговой сессии среды начнем с европейской валюты европейская валюта продолжает нисходящую динамику в парах практически со со всеми своими конкурентами и среди основных причин подобной динамики можно выделить развивающийся энергетический кризис в странах еврозоны надвигающиеся на европу холода могут усугубить сложную ситуацию в регионе дело в том что спрос на энергоносители растет и недостаточные поставки толкают цены к новым максимум недостаточно объемов направляемых по основным магистралям запуск газопровода северный поток 2 планируется не раньше второго квартала вышедшие данные во франции также добавили негатива где индекс потребительских цен снизился до 0,2 процента с 0,4 процента месяцем ранее и также хочется отметить что нисходящую динамику европейской валюты не смогла остановить даже локальная нисходящая динамика американской валюты неблагоприятная для риска рыночная среда привела к снижению доходности казначейских облигаций сша и индекс доллара отступил от двухнедельного максимума установленного ранее в этот день также хотелось бы отметить что данные из сша показали вчера что деловая активность в производственном секторе в декабре росла более медленными темпами чем ожидалось в декабре показатель зафиксирован на отметке 50 50 58,7 пункта при прогнозе в 60 пунктов целом динамика доллара разочаровывает инвесторов ноябрьские данные по числу открытых вакансий на рынке труда оказались значительно хуже ожиданий и и прошлого показателя составе всего 10 с половиной миллионов вакансий против 11 миллионов месяцем ранее также снижение показателя отмечено и в индексе деловой активности в секторе производства сегодня выйдут данные по изменению запасов сырой нефти в связи с чем предлагаю рассмотреть ситуацию на рынке нефти цены на нефть стабилизировались в среду так как инвесторы оценили влияние масштабного всплеска случаев заболевания ковид-19 вызванного разновидностью омикрон хотя рост оставался ограниченным после увеличения запасов топлива в сша в понедельник соединенные штаты сообщили о почти одном миллионе новых случаев заражения коронавирусом что является самым высоким ежедневным показателем среди всех стран мира и почти вдвое превышает предыдущий пиковый показатель сша установленные неделю назад запасы бензина в сша выросли на 7,1 миллиона баррелей за неделю как сообщил американский институт нефти во вторник запасы дистиллятов за неделю выросли на 4,4 миллиона баррелей рост запасов превысивший ожидания аналитиков подорвал бычьи прогнозы инвесторов на предыдущей сессии когда цены выросли более чем на один процент так как участники рынка восприняли решение основных производителей увеличить предложение в следующем месяце как знак уверенности в том что рост производства ковид-19 не ударит по спросу в течение длительного времени теперь давайте рассмотрим главные экономические события на сегодня сегодня в 15 15 по восточноевропейскому времени выйдут данные по изменению числа занятых вне сельскохозяйственном секторе этот показатель отражает ежемесячные изменения уровня занятости в сша в 19 основных отраслях промышленности показатель не учитывает ситуацию в сельском хозяйстве врач в расчет включены данные собираемые примерно с 400 тысяч частных предприятий и индекс характеризует ситуацию на рынке труда и активность промышленном секторе рост занятости может оказать положительное влияние на котировки доллара однако ожидается негативная динамика данного показателя предполагается что число занятых может сократиться до 400 тысяч с 534 тысяч что создает дополнительное давление на курс доллара сша также из важных новостей стоит отметить что сегодня выйдут данные по изменению запасов сырой нефти в сша данные публикуются еженедельно измеряется количество баррелей коммерческой необработанной нефти в хранилищах американских компаний это один из показателей влияющих на мировые нефтяные котировки и согласно прогнозным значениям ожидается рост количество запасов что может привести к ослаблению спроса на нефть и негативно отразиться на цене за баррель и на этом друзья у меня все очередной раз спасибо вам за внимание желаю успешной торговли всем пока